Музыка Вы смотрите новости в студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте! В Мозорской больнице остается трое детей, госпитализированных в результате массового отравления. Их состояние удовлетворительное и, по прогнозам врачей, к понедельнику они будут дома. Тем временем 10 ребят уже выписаны из инфекционного отделения. Напомню, массовое отравление детей в Мозоре произошло накануне. За сутки к медикам с сильной болью в животе обратилось более 70 школьников из четырех учебных заведений города. 13 были госпитализированы. Предварительно причина ЧП связана с употреблением детьми некачественных продуктов. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Запад-2013, день второй. Личный состав белорусских и российских подразделений продолжает выполнять задачи совместного стратегического учения. Сегодня у военных насыщенный день. Сценарий маневров и охраны участка госграницы, и ликвидация групп незаконных вооруженных формирований, и охрана важных гособъектов. Местом предполагаемых боевых действий стали шесть белорусских полигонов. В учениях задействована и боевая техника новых образцов. Это беспилотные летательные аппараты, современная система связи и навигации. К слову, проведение нынешних маневров совпало с профессиональным праздником – Днем мотострелков. Торжественные мероприятия по этому случаю пройдут на всех полигонах. Военнослужащих поздравят артисты драмтеатра белорусской армии и академического ансамбля песни и танцев вооруженных сил. И пока будет действовать современный военнослужащий, будем называть его пехотинцем условно, с оружием в руках принципиально до тех пор, враг не может претендовать на победу в любом военном конфликте. Поэтому и в обороне, и в наступлении, безусловно, роль военнослужащих, которые с гордостью должны принадлежать и принадлежат к роду мотострелков, пехоты, конечно, огромна. И она остается и будет еще долго-долго существовать. Осенние дары из всех регионов в Минске. Сегодня в белорусской столице стартовал сезон сельхоз-ярмарок. На протяжении почти двух месяцев каждые выходные здесь можно будет приобрести не только овощи и фрукты, но и мясо, рыбу, молочную продукцию, колбасы, мед. Цены, как всегда, ниже магазинных примерно на 20%. Все, что угодно, все, что душевышно. Все можно купить, задерживать хорошо. Все приемлемо, товары хорошие, много товара и много дешевле. Дешево, выгодно, удобно. Да, в магазинах есть все, в магазинах всего достаточно. Но это вот реальное соприкосновение покупателя с производителем в такой торжественной, праздничной обстановке, когда звучат песни, когда рядом при тебе разрубается, делается разруб свинины, когда, говорится, при тебе же там насыпается мешок картошки. Тем человеком видно по нем, что он сам вырастил на своем поле, на своей ферме. Это создает совершенно другую атмосферу, совершенно другую обстановку. И не просто покупатель идет обменом, как ты растил, как где ты растил, какие удобрения, что ты применял, какой сорт картошки. Это совершенно, ну, как говорят, сближает человека, труженика, который работает на земле, городским жителям. Поэтому ярмарки – это прекрасная традиция. Всего в столице открылось более 150 ярмарочных площадок. Продавцам за место платить не приходится. Достаточно лишь предъявить справку о том, где была произведена продукция. Самая большая ярмарка развернулась сегодня у столичного дворца спорта. Кстати, всем ветеранам Великой Отечественной покупки будут доставлять к дому совершенно бесплатно. Нелишняя помощь. Порядка 200 человек вышли на субботник, который прошел сегодня в комплексе Чижовка-Арена. В трудовых рядах представители администрации района, работники магазинов и просто неравнодушные минчане. Волонтеры помогают строителям. Выносят мусор, моют окна, подметают. К слову, подобные субботники станут своего рода традицией до сдачи объекта. А торжественное открытие Чижовки-Арены запланировано на 7 ноября. Субботник организован был ради того, чтобы помочь строителям сделать ту работу, которая не требует квалификации определенной. Субботник этот не разовый. Ведь до 7 ноября каждую субботу мы уже организуем здесь несколько недель субботники. И будем это продолжать. Пришли сюда на Чижовку-Арена. Помочь строительству, так сказать, быстрее запустить это прекрасное здание, этот прекрасный комплекс для занятия спортом. Работы хватает очень много. Ну, очень все красиво, очень нравится. Привести все в порядок. Кадеты из России и Беларуси сегодня почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Цветы к вечному огню и минута молчания. На площади Победы собрались почти полтысячи ребят. Они гостят в Зубренке, где традиционно в эти дни проходит кадетская смена союзного государства. В этом году она объединила молодых людей уже в седьмой раз. Кадеты из обеих стран вместе отдыхают, обмениваются опытом и участвуют в совместных акциях. В смене принимает участие 20 делегаций из Российской Федерации и 20 делегаций из Республики Беларусь. Ребята на протяжении смены уже смогли побывать в Брестской крепости и сегодня вот мы в Минске. Лучшие кадеты удостоены этой чести возложить цветы к вечному огню. Чтобы не забывали о подвигах наших предков, о наших дедах и прадедах. Чтобы все помнили и почитали все традиции. Мы помним о подвигах наших дедов, прадедов и благодарим их за то, что они дали нам свободу. Крупному ученому, заслуженному деятелю науки Беларуси Николаю Борисевичу сегодня исполняется 90. С юбилеем академика, герой соцтруда поздравил президент. А паленная войной юность, плодотворная, отмеченная уникальными открытиями, научная, а затем организаторская работа. Николай Александрович прошел большой и достойный жизненный путь. В течение 18 лет он возглавлял Академию наук Беларуси. Под его руководством она стала одним из крупнейших научных центров бывшего Советского Союза. В это время по всей республике было открыто 10 новых институтов и 5 научных подразделений. Николаем Борисовичем создана крупная научная школа, получившая международное признание, а десятки его учеников достойно продолжают дело ученого. Имя белорусского академика значится во многих престижных международных изданиях. Слудские пояса. Более полутысячи народных мастеров Минщины собрал областной праздник ремесел. Масштабный праздник народного творчества прошел в Слуцке. Именно здесь в середине 18-го столетия появились знаменитые на весь мир слудские пояса. Сейчас традиции белорусского откачества возрождают. Центр города на несколько часов превратился в грандиозную творческую мастерскую, где все желающие могли не только увидеть работы народных умельцев, но и попробовать сделать их своими руками. Повышенным спросом пользовались также стенды резчиков по дереву, мастеров керамики, соломоплетения. Лоза это такое, что вот что угодно. Даже вот с простой лозы, посмотрите, какая получается рыбка. Вот так вот берется две штучки напротив, вешается, здесь часы в кухне. И получается такая своего рода морская тема. Я нахожусь на пенсии, недавно вышла. В свое время, когда работала, мне некогда было посещать подобные мероприятия. А сейчас с огромным настроением, с великой радостью любуюсь изделиями наших мастеров. И большая гордость возникает у меня за нашу Беларусь. Такие праздники, конечно, нужны. Посмотрите, даже погода сегодня расцвела. Солнце светит. Люди сходят счастливые, довольные. В общем, это праздник как бы для всех. На этом выпуск завершен. Полная информационная картина дня в 19.30. До встречи.